Торговые ряды необходимо привести в порядок. Этот памятник архитектуры считается визитной карточкой города и требует особого внимания со стороны собственников и арендодаторов. К сожалению, история приватизации торговых рядов настолько запутана, что муниципалитету в этом только предстоит разбираться. А открытые к диалогу бизнесмены сегодня получили последнее предупреждение. Торговые ряды – почти сакральное для клина место, исторический центр и сердце города. Объект включили в областную программу архитектурной подсветки. Но какими деталями отсветит объект? Перед собственниками и арендаторами вопрос обозначила глава округа. У нас большая зона ответственности, потому что мы сейчас находимся в спорных ситуациях и возвращаем большую часть зданий в муниципалитет, разбираясь с документами, где, как, каким образом они оказались, насколько это законно была передача в свое время. Поэтому с каждым из вас в ближайшее время предстоит встречаться. На выездное совещание пригласили представители всех коммунальных служб. В списке вопросов содержания здания и прилегающей территории, уборка мусора, своевременная оплата коммуналки. По некоторым предложения прозвучали оперативно. Возникают конфликты по оплате электроэнергии, чтобы у каждого собственника был прямой договор с энергосбытом. Кстати, проводам уделили особое внимание. По всем законам и нормативам кабельные паутины на зданиях, тем более памятниках, запрещены. Нарушения указали специалисты. Они же подскажут, как их исправить. Объект сложный, старинный и так далее. Здесь это сложно сделать, но можно. Для этого мы сегодня пригласили специалистов, которые технические решения найдут. Уже на следующей неделе все собственники и арендаторы торговых рядов соберутся в кабинеты главы округа, чтобы сформировать рабочую группу. Определить фронт работ и долевое участие каждого в их финансировании.